Как проходят спарринги в мире горилл? Что будет, если столкнуться с жирафом лицом к лицу? Опасны ли пингвины? И как выглядит одна из самых необычных миграций в мире? Смотрите, чтобы узнать все ответы и увидеть незабываемые кадры. В этом выпуске я покажу вам случаи с животными один на миллион, снятые на камеру. Слухи Ведь он просто хотел внимания. Две гориллы находились у себя в вольере и красовались перед людьми. Каждой из них хотелось внимания, и именно на этой почве совершенно неожиданно для всех возник конфликт. Одна из обезьян напала на другую, причем не просто толкнула ее, а завязала полноценную рубку на кулаках. К счастью, конфликт очень быстро исчерпал себя, и никто никого не покалечил. Однако выглядело это безумно опасно, напряженно и интригующе. С такими гигантскими мышцами буквально пять дополнительных секунд битвы могли повлечь за собой непоправимые последствия. В плане здоровья одной из горилл. «А ну-ка, делись!» – сказал жираф мужчине, находящемуся в машине, и просунул свою голову внутрь салона. Гигантское животное очень сильно хотело перекусить чем-нибудь вкусным, и вот этот корм ему идеально подходил. Гигант был настолько голодным и в то же время нетерпеливым, что он был готов проглотить еду вместе с упаковкой. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы вы подобным образом покормить жирафа, или это выглядит слишком стрёмно. Вы задержаны. Многие люди отправляются в зоопарк как в единственное место, где они могут посмотреть на разных животных. Но поверьте, это даже близко не сравнится с тем, какой энергетикой животные делятся с людьми в дикой природе. Молодая пара из следующего видео в компании Гида отправилась в леса, где обитали орангутанги. Им улыбнулась удача, и на глаза попалась целая семейка этих удивительных существ. Более того, люди не просто заметили их краем глаза, а даже подержались за руки и посмотрели, как они едят. Обезьяна проявила максимум уважения к гостям и не отпускала их без соответствующей доли милоты. Держала за руку и не давала отойти от себя ни на шаг. Кроме того, они вечно пытались то ли попробовать руку туристов на вкус, то ли облизнуть ее. Я так и не понял. Но выглядело это забавно и в каком-то смысле даже мило. Милая коала Коала – эндемик Австралии. Несмотря на свое сходство с Мишкой, коалы не имеют с ними ничего общего. Как минимум, коалы безумно милые и безобидные в отношении людей создания. Он не прийдет здесь. Хотели бы оказаться на месте этого человека? Пишите в комментариях. Следующий редкий момент произошел с не менее редкой коброй. Мне кажется, что если человек хочет привыкнуть к змеям, его нужно знакомить именно с такими ползучими. Даже мне, человеку, который терпеть не может этих созданий, данная змейка-альбинос кажется милой и безобидной, и я бы даже подержал ее у себя на руках. Как вы думаете, эта кобра может нанести человеку вред? Все-таки, несмотря на безобидный вид, она остается ядовитой от природы. Не самая лучшая цель. Аллигатор – хищник невероятной силы. Он с легкостью может прокусить что и кого угодно, за исключением черепах. Больно уж у них прочный и надежный панцирь, который спасает даже от таких острых, словно бритвы, зубов. На этих уникальных кадрах человек стал свидетелем попытки аллигатора напасть на черепаху, которая, как вы уже понимаете, ничем хорошим для хищника не увенчалась. Черепашка довольно быстро выбралась из его челюсти и побежала своей дорогой в сторону воды, в то время как хищник остался грустить и думать над тем, что же он сделал не так. Ставьте лайк, если тоже рады за ускользнувшую черепашку. В жизни животных бывают самые разные ситуации, в том числе и те, при которых детеныши теряют своих родителей. Но не спешите пускаться в плач и отчаяние, у них есть свои спасатели. Другие животные спокойно могут брать на себя ответственность за чужих детенышей, оставшихся без присмотра. Именно этим и занялась вот эта маленькая собачка, которой, по ощущениям, самой еще нужно чье-то заботливое крыло. Тем не менее, уже в таком юном возрасте она носит у себя на спине милую обезьянку. Однако то, что живые существа готовы заботиться о чужих детенышах, не говорит о том, что к ним может подходить каждый встречный. Мужчины на этом видео занимались рыбалкой и по пути домой встретили одинокого пингвина. Одному из рыбаков пришла в голову мысль подойти и сделать с ним совместное фото, но он не предупредил о своих благих намерениях эту милую птицу. В конечном итоге пингвин был вынужден атаковать рыбака, чего тот совершенно не ожидал. С испугу человек так сильно попятился, что вовсе завалился на спину и едва не перевернулся. Но ничего страшного не произошло. Пингвин не хотел никому причинять вреда и завершать атаку он не стал. Милашка быстренько развернулся и убежал прочь по своим делам. Воришка! Помните видео, в котором обезьяна держала людей за руку и никуда не хотела отпускать? Так вот, тем ребятам сильно повезло, что у животного не было желания что-то утащить. А ведь такое в мире обезьян далеко не редкость. Так у этого парня, путешествовавшего по диким джунглям, горилла едва не стащила шарф. Она настолько сильно за него ухватилась, что в какой-то момент мне показалось все ханавищеце. Но благо в конфликт тут же вмешался гид и защитил туриста от атаки гориллы. Естественная среда обитания следующих героев выпуска – саванны на юге Африки. Здесь они роют норы глубиной до полутора метров, живут там целым семейством и всегда помогают близким. Мы должны беречь друг друга, а иначе нам не выжить. Как вы уже поняли, я говорю о сурикатах. Хоть они и могут вырастать крупнее зайца, в душе сурикаты являются полноценными детьми. Когда они повстречали оператора, то тут же набросились на него, в хорошем смысле этого слова, и стали обнюхивать, как-то тереться вокруг него или даже забираться на голову, чтобы посмотреть на свой родной дом с новой высоты. В то же время вредить человеку или его камере сурикаты не были намерены. Они умные создания, которые понимали, что никакой опасности оператор для них не представляет. В результате мужчине удалось получить море положительных эмоций от личной встречи с сурикатами, а также заснять пару-тройку любопытных кадров. Например, как те едят ящериц. Теперь я расскажу вам о необычной истории, приключившейся с простым парнем. У него было два далматинца, которых он очень сильно любил. Мужчина постоянно с ними гулял, отлично их кормил, выбирался в лес, где они могли бы потратить всю свою энергию и силу. В общем, идеально ухаживал за собачками. Мать природа заметила это и решила наградить мужчину еще одним чудом природы. Так как у человека уже было два далматинца, почему бы ему не обзавестись и юной зеброй? А крас у них похожий, а значит опыт обращения с зеброй уже должен быть. Ну а если серьезно, то человек случайно повстречал эту зебру во время одной из прогулок. Она была совершенно одна, ее мать погибла после встречи со львами. Конечно, хозяин далматинцев не мог оставить полосатую в беде и забрал ее с собой. Теперь у него три внешне похожих питомца, каждый из которых уникален по-своему. Здесь мы загораем! Бегемот – парнокопытное млекопитающее, которое, кроме своих поразительных габаритов, отличается огромной челюстью, способной с легкостью переламывать даже арбузы и, как оказалось, уверенностью в себе. Семейка таких громил отдыхала в водичке и наслаждалась солнечным деньгом. Погода начала немного холодать, и дабы впитать в себя последние лучи солнца, бегемотам захотелось расположиться на пляже, который к тому моменту уже был занят крокодилами. Зубастые рептилии не привыкли кого-либо бояться, поэтому даже мысль о том, чтобы прогнать их с пляжа, казалась предельно бредовой. Она казалась таковой для всех, но только не для бегемота. Один из старших встал и небольшими укусами начал прогонять одного крокодила за другим, до тех пор, пока пляж не стал полностью свободным от них. Теперь здесь загорают бегемоты, и, судя по всему, никто не в силах с ними спорить. Миграция скатов Мне кажется, что при слове «миграция», если речь заходит о животном мире, у всех людей в голове сразу же возникает картинка каких-нибудь птиц. Это как будто самое очевидное и естественное, что только может прийти в голову. Но поверьте мне, после следующего видео вы измените свои ассоциации навсегда. Перед вами потрясающая миграция скатов. Да-да, эти рыбы тоже перемещаются по миру целыми группами. Причем гигантскими группами. Единственное, что в этой ситуации огорчает, так это то, что столь прекрасное событие происходит лишь несколько раз в год. Вот это мускулы. Если кто-то из вас ходит в зал и, видя там качков, думает, что это эталон силы и эстетики, вероятно, вы просто не встречали кенгуру. Из-за удивительной генетики эти создания смотрятся как настоящие машины бодибилдинга, как будто они провели в зале не одну тысячу часов. Даже на этом безобидном видео, где мужчина отважился пожать качку руку, мне стало как-то страшно за человека. Складывалось ощущение, что кенгуру не рассчитает силы и сделает ему больно. Тем не менее, вроде как все обошлось, но я бы все равно не решился на такое рукопожатие. А на этом все. Напишите в комментариях, какой случай понравился вам больше всего. Спасибо за просмотр.